Многие из тех, кто пришел сегодня на праздник открытия дошкольного учреждения, помнят старое невзрачное здание, о котором сейчас не напоминает ничто. Глядя на это красивое яркое строение, и не поверишь, что ему 35 лет. Был когда-то невзрачный, а теперь расцвел, как в сказке. Только сотрудники сада, руководство муниципалитета и строители знают, каких сил стоило провести эту реконструкцию. Именно поэтому на церемонии открытия представители организации, делающие ремонт, получили благодарственные письма от главы муниципалитета Олега Хромова. Была организация здесь, которая не справлялась с своими работами. И сроки заканчивались, надо было достраивать. Но они не справились. И совместно с администрацией мы подхватили эту стройку и, как видите, достроили. Глава муниципалитета вместе с представителями подрядной организации и одной из будущих посетительниц детского сада перерезает торжественную ленточку. А директор учреждения Елене Сиддиковой вручается символичный ключ от обновленного сада. Я надеюсь, что мы когда откроем дверцу, то попадем в сказку. Строители действительно приложили все силы, чтобы внутри сад был похож на сказку. Хотя всего этого могло и не быть. Изначально планировалось сделать только пристройку. Но когда работы начались, стало понятно, что без глубокой реконструкции не обойтись. Я помню, как мы вошли в этот сад. Я помню, как были вскрыты полы и вскрыты коммуникации под отопление. Я помню, как были разбомблены стены. Как мы буквально на оперативках принимали решения инженерного характера. Потом все это узаканивали через государственную экспертизу. Теперь здесь есть музыкальные и спортивные залы, кабинет логопеда, изо-студия, сенсорная комната, автальмологический кабинет. Из десяти групп две для слабовидящих детишек и две логопедических. Такого нет нигде в Ленинском районе. В логопедической группе находятся дети с нарушением речи. В этом кабинете проходят непосредственно занятия, индивидуальные, фронтальные, с детьми. Здесь происходят занятия по развитию словаря, грамматического строя речи, связанной речи. И также подготовка к школе, обучение грамоте. Появление новых кабинетов для занятий и новых групп стало возможным именно благодаря возведению дополнительного здания. Кроме того, теперь сад могут посещать 220 человек почти в два раза больше, чем раньше. Приятно, что мы идем в такой красивый, отремонтированный. Потому что у меня старший ходил, конечно, такого садика не было. Группы, там доски, все там вообще. Но сад получил не только современную внутреннюю и внешнюю отделку и декор. Теперь в своей работе сотрудники образовательного учреждения могут использовать самые передовые технологии. Все группы оборудованы новой мебелью. У нас есть три интерактивных стола, шесть мультимедийных досок. Произошла реконструкция прачечной. На прачечной тоже у нас появилось современное оборудование. Изменилось пространство и вокруг сада. Теперь здесь 10 современных веранд с малыми игровыми формами и две спортивных площадки. Все, кто работал над новым обликом ромашки, постарались на славу. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ.